1 октября, у нас сегодня какой день? 1 октября 1 октября Значит, мы приехали вовремя Вы нас приглашали Поэтому, во-первых, расскажите, почему у вас не получилось этот объект завершить до 1 октября, как вы говорили И второе, исходя из солнечной погоды, которая замечательной просто стоит в Саратове Какие сложности с завершением и когда вы работы закончите Потому что я вот вижу там еще копаю Ну, вот совершенно правильно По договорным отношениям, у нас когда сроки сдачи с объекта? Саша, у нас сроки выходят в октябрь месяц Мы для себя ставили 1 октября По договору, когда? 15 октября Значит, срок назывался исходя из каких предпосылок, то, что должны первые дать? С целью не попасть на какие-то октябрьские дожди, когда планируют его сжать Николай Саныч, если по договору 15-го, давайте тогда называть сроки окончания Как срок окончания договора Получается раньше, получается Не получается Но не надо смешить людей и не надо себя вгонять в рамки, которые в итоге против вас Понимаете? Вот никто за язык не тянул, ни его, ни вам 1 октября мы сдать Хорошо, приехали 1 октября Здесь еще работают как раз недели на две Хорошо, что укладывается в этот срок Но с другой стороны, вот нам надо сейчас будет заниматься уже парком Гагарина Комсомольском Организации, которые вот так безответственно подходят своим словам и, соответственно, срокам Лучше бы не брать на такие объекты Поэтому выдержите слово А так получается, деньги вам авансом выделяю Погода стоит, что немаловажно А потом все эти сроки начинаете двигать, двигать, двигать И что дальше? Вот, хорошо, что погода стоит У вас только что в газон посеян А если бы погода у нас была такая, как в Москве Он уже бы не принялся И все это вот из-за этих сроков закончилось И понятно, проблема Здесь мы полным ходом у вас будет разработчик Ну если вы за две недели здесь не закончите и качественно не сдадите этот объект Наступят штрафные санкции А дальше попадание в список Надеюсь, что в конце концов будет сформировано у нас в Заразской области Чтобы не добросовестных строителей туда заносили и больше они не получали подряды государственные Тем более эти средства были найдены Это непросто было Все там надо Мэру относиться соответственно И тем, кто за это отвечает Пошли пустыри, мусорки Если говорить Вот здесь вот Водоем Лягушки Еле выживали Из-за Тех условий Мышанка Мышанка Правильно Ну Писался Посмотрите И вы говорите Работает И тут завершение Вот Приступ К нам укладывает Дорожка Площадка Площадка Она же не будет набитой Ну Покрытие будет Об этом мы говорим А сейчас мы перейдем Вот Ту часть парка Там что у вас В чем проблема Вот Снега Проблема в нас Денег Вот у вас деньги есть Большие деньги На этот парк Деньги Огромные Выделены Таким поскодом Михалка Вы Город Не восстановите Из-за руин Которых он оказался По вине Ваших Прюсей Давайте Из-за этого И сходить Тут Гордиться Нам Нечем Смотрите Здесь Тоже Насколько Я вижу Гидропосеяли Понятно Что Гидропосеяли Но для того Чтобы газон Здесь появился Надо время Это вот Хорошо Погода Работает На нас Это объект Я просто смотрю Здесь По тем же Конструктивным Решениям Высокая Семья Рентабельность Здесь У вас Все Хорошо Прибыль Смотрим Мы со сроками Реализации Плохо Смотрим Здесь Здесь Надо Будет Пройти Вокруг Пруда Здесь 50 метров Понятно Что Остало Мы Приглашали 1 октября Ну Что Проблема Так А у вас Здесь Осталось Потом Там Посмотрите Там У вас Еще Ничего Не сделано Вот Нам Таких Подрядчиков На следующий Объект Нельзя Допускать Потому Что Если Мы Говорим О парке Гагарин А проект Мы Профинансировали Он Готов Это Не просто Был Тоже Деньги Нашли И Если Средство У нас Появится Нам Надо С этим Парком Будет Заниматься Сейчас И Постараться Чтобы Он Был Полностью Реконструирован Возрожден До Конца Года На Кого Будет Операция Нет Вы Это Хорошо Что Понимаете Но Смысл Выключается Следующим Что Где Те Кто Будет Работать Вот Так же Затем Ничего не Сделаем Время Будет Хоро Погон Но Надеемся На Ней Рисковно А Если Только Думать О качестве Понятно Что Надо Все То Сколько Как Человек Работает Человек Таким отношением с инвестицией все пропускается. Здесь осталась вот эта зеленая зона. Ребят, у вас везде осталось. Здесь осталось, там осталось. Вот сзади нас осталось. О чем вы говорите? Здесь молча осталось. С той стороны вот у вас работают, там осталось. Михаил Александрович, с 15-го издадут штрафные санкции. Не отдавайте средства все. Расчет, то есть 8 дачи, приемки. И дальше гарантия. Вот мы идем. Нет ни одного участка законченного. А здесь ведь надо, смотрите, дальше земляные работы, чтобы были проведены. Газон, чтобы был посеян. Вот вы его посеете там перед 15-го. Ему надо 2 недели минимум укрепиться. А это уже будет что? Ноябрь. Вот и все. Посеем до 10-го. Хорошо, посеете до 10-го. Николай Александрович, давайте так. Если только такое отношение продолжится, говорить о каких проектах, инвестициях прекратить. Либо себя спрашивайте, подрядчик спрашивайте. Либо лучше деньги не зарывайте в землю спрашивайте. Потому что это все отразится на качестве. И никто не будет при таком подходе ходить и предлагать вам эти средства. Задумайтесь о людях. Понимаете, вот если о людях вы задумаетесь, которые живут рядом, может быть, другое будет отношение к работе. А у вас, знаете, все хорошо. Когда средства есть, надо только организовать работу. А вот когда их нет, это плохо. Невозможно это сделать. А вам деньги на проект нашли, деньги на реализацию проекта нашли, только бери и выбирай. Кто подрядчик и спрашивай, с него качество. Вот сейчас, если бы не стали обсуждать, не приехали бы, у вас и пятна, кто был бы не готов. И все, ушло бы в минусовую погоду, ноябрь. И потом, не качество, не хорошего настроения от этого парка. А житель здесь просит, не берешь? Без руки или нет? И без мозгов. Разве можно так? Нет. Игорь Иванович, учителя, что городу не сильно надо, что это, а правильно было бы на контроле делать. Вот у нас заказан был проект, мы деньги нашли по парку. Поэтому давайте договоримся, выберите на отдельный контроль. Средства сейчас могут поступить на реализацию, а конец года им надо нарабатывать и кредиторку, и в рамках реализации этого проекта постараться сделать все, чтобы за последние 5 месяцев парк преобразился. Но при таком подходе, у них вряд ли это получится. Поэтому Роман Ильич давайте попросим, чтобы он взял шество над парком. У нас на будущий год с вами будет 60 лет под полетов. Хочем первого космонавта мира. Парк неухоженный, весь зарос, брошенный. Люди рядом живут и имеют возможность отдохнуть, сходить с детьми прогуляться. Поэтому выезжайте, берите на отдельный контроль и что-то такого не стареет. Потому что в других у нас возможности не будут. Надо использовать все возможности, которые у нас с вами судьба предоставляет. Поэтому парком надо заниматься не только под контролем областных властей правительства. Михаил Александрович, если такое будет повторяться, еще раз вам скажу, что мы с вами реализовывать проекты не будем. И помощи в этом не будет. У вас, посмотрите, здесь весь заросший и развалившийся стадион торпеда. Им надо заниматься. Занимайтесь. Мне тоже мои оппоненты говорят, Виштавич, а зачем это вам? Занимайтесь законами. Хорошо. Законами занимаемся. По закону это ваша ответственность. Это ответственность области. Вы говорите, денег нет. Вот вам деньги нашли. Берите, занимайтесь торпедой. Подготовьте проект. Вы говорите, нет у вас денег на проект. Хорошо. А вот на проект по улице Минякина у вас четыре было конкурса на проектирование. И проекты постоянно заказывали. И потратили на них порядка четырех миллионов. А дороги до сих пор нет. Мы поедем с вами на Минякино. Я думаю, что доедем до нее. Улица названа в честь архитектора города, который 23 года проектировал город Саратов. И оставил память на себе самую добрую. А дороги нет. Ну, туда вы деньги потратили. А на торпеду у вас денег нет. У вас денег нет на парк Гагарина. А там вы деньги потратили, но дороги нет. Вот. Берите и задумайтесь, что у вас происходит. ДК. Заводчанин. Тоже надо реконструировать. Попросту говоря, заново устроить. Берите, делайте. Вот. Если рассуждать с этой точки зрения, мое право и обязанность сказать вам это. А ваши задачи выполните. Потому что люди просят и требуют от нас этого. Но вы говорите, у меня нет возможности есть. Я вам помогаю. Но видя, как эта помощь во что оборачивается, я что должен молчать? А дальше что будет? Даша будет костюмиться Минякина. Деньги закопали в проекте. Один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. До сих пор работы не начатся. Остается времени совсем немного. Берите, вставайте там с утра и катайте этот аспальт. В роли прораба, мастера, как угодно. Но это ваши обязаны. А тут получается, за вас все делают, а он прибыль получает. А вы ходите здесь, как инопланетяне. Как будто это не ваш город. По парку Гагарина.